Всем привет, ребят! Добро пожаловать на прохождение Fallout 3 мод A Quest for Heaven. Мы продолжаем на том, о чем остановился я очень много времени назад. Насколько помню, в этой комнате были искры, которые нас не пропускали далее, но мы тогда еще, играя с хомяком, отключили их. И, скорее всего, здесь мы должны что-то найти. Что-то, что откроет нам путь дальше. Сегодня я играю в один, и поэтому вы не услышите хомяка. Удивительно, да? Так, ладно. Что у нас тут есть? Патроны. Патроны это хорошо, гранаты, броня не нужны. Так, управление лабораторией плазмы. Так, я вроде бы нажал, но никаких звуковых сигналов. Так, чувак пытался что-то нажать явно. Никаких звуковых сигналов не последовало. Давайте посмотрим, не упустил ли я что здесь. Очень бы не хотелось ходить сюда по сто раз. Ага, и биолаборатории. Вот, здесь последовал сигнал. Здесь нет. Соответственно, биолабораторию я видел. Силовое поле там действительно было. Соответственно, пойдемте туда вернемся. Так, настолько давно играл, что не помню, что у меня за оружие. Ага, все понятно. КП у меня вроде есть, броня у меня вроде бы новенькая. Да, МЕК. СУ-10, СУ-46. Неплохая броня очень. Где у нас была био... Так, вот это плазма. А биолаборатория была... С обратной стороны вроде бы. Да. Что у нас тут? Сходим вначале в плазму, пожалуй. Или я здесь уже был? Сейчас проверим. Это очень легко проверить. Судя по всему, я здесь уже был. Да, здесь вот. Точно, точно, да, 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 господи. Логично, почему ничего не открылось, потому что мы здесь уже были. Я же говорю, очень давно играл, поэтому, ребят, сори. Я понял, что мы приехали скифт. То есть мы опустились, потом вернулись. Ага, здесь нас уже идут. Но пока не видят. Судя по тому, что это цель стоячий, то есть, как вы видите, на компасе они не движутся. Скорее всего, это что-то типа турелей. Однако. Меня заметили, а я, если честно, нет. О, это броня еще и стелс дает. Ого. Неожиданный поворот. Кто-то меня видит. Опачки, я все понял. Неприятно. Ну же, давай. Ну, ладно. Будем встать в корпус, не знаю, сколько процентов вообще, должны пересчитать. Но если все они попадут... Нифига, меня тут окружили. Господи, что это за лайки? Чпи, я, по-моему, с себя попал больше, чем турель. Так, ладно. Так. Нет, штука не стреляет настолько. Нифига, тройной. Ну да, это были турели. Но поле, кстати, было забавно странное. Но, с другой стороны, это круто. Правда, исчезло оно прям мгновенно. Немного нереалистично, но да ладно. Тут у нас ничего нет. Дверь. Там мы попали. Фу-фу-фу. Еще одна дверь, да? Так, верхний этаж у нас, можно сказать, пустой. Нам нужно обязательно спуститься, я так понимаю. Или, может быть, пропрыгать. Но, пока есть лестница вниз, я, пожалуй, спущусь. Вроде как мне здесь ничего не дамажит, поэтому можно походить вокруг. Но, видимо, ничего с обратных сторон этих штук нет. Блин. Вам сейчас все видно идеально. Я же, как вы понимаете. Или вы не знаете. Вижу все это на минимальной яркости. И поэтому мне приходится подходить в упор, чтобы что-то заметить. Так, куда это нас ведет? Так, у нас фонарик есть в этом моде, да. Я уж настолько все плохо помню, что не помню, есть ли у меня здесь фонарик. Ага, ну, то есть, куда мы могли пропрыгать, мы просто пришли понюс. Окей, я понял. Даже не совсем туда. Мы пришли оттуда. Определенно. Пропрыгать мы могли вот вперед. Но тут, я так понимаю, ничего нет. И вот эти вот штуки, не знаю, что это такое. Какое-то дерево внутри просто. Вол. Какие-то деревья. Может, камни. Но нет, деревья явно. Ох, нифига жирная. Ну вот. Ничего пока здесь не работает. Однако звуки идут. И звуки, я вам скажу, не самые такие приятные. Конечно, они и не страшные. Но и не такие уж и явно приятные. Так, эта дверь закрыта. Она очень сложный замок. Тут у нас прям действительно какая-то лаборатория. Но я думаю, мы вначале сходим. Так, дайте угадаю. Именно. Раскрываем за собой дверь. Вначале сходим в открытое отделение. Возможно, где-то ключ здесь найдем от той двери. Если нет, то придется ее взломать. Тут искусственно выращиваются деревья, я так смотрю. Точнее, выращивались, скорее всего. Ага, враги движутся в этот раз. Там дверь закрыта. Здесь мы можем пройти. Вот тут вот мы не можем на склад. И в компьютерную комнату тоже можем. Давайте войдем в компьютерную комнату. Так. А здесь нельзя за собой закрыть. Обидно. Так, в компьютерной комнате у нас никого нет. Кроме компьютера, собственно говоря. Компьютер это как обычный НПС. Афина. Больше ничего не нажать нельзя. Ну, давайте поговорим. Ага, ждал. Ну, ладно. Так. Искусственный интеллект. Дренажная сеть. Запомним. Гидропоника в лаборатории движения. У нас есть проблемы? Ну, как всегда, в принципе. У нас никогда не бывает беспроблемных мест. Что на этот раз? Ну, да. Спросить основные данные. Как это сделать? Хотя бы терзенобрась. Так. А куда идти нам? Ничего не сказали. Ну, ладно. Так, я думаю, мы сходим сейчас в соседнюю комнатку. Которая была у нас... Ну, это storage. Который мы войти пока не можем, потому что он закрыт. Однако, взломать мы его точно так же можем. Ну, я думаю, мы вначале пройдем через... Operations. Что-то звуки здесь странные. Что-то звуки здесь странные. Эти звуки, честно говоря, пищащие. Не очень приятные. Smart Doclass. Ага, я понял. То есть нам еще докладывают, как у нас состоится с жизнеобеспечением. Вот что я в тот раз не прочитал. Так, тут. Тут мы видим, что чуваку не очень повезло. Компьютер биолаборатории простой. Казмас сохранил, поэтому можем взломать его. Твеллер. Отлично. Операционное меню. Меню звать на тележурналов. Срочно. Какой-то вирус. Это плохо. Ну вот и все понятно. У них произошла утечка газа. Биостимулятор регенерации они сделали. Супер стимулятор. Ну да, они потом в итоге вышли, я так понимаю. Но ведь ступер стимулятор это у нас из Fallout и New Vegas, а значит скорее всего тут подразумеваются какие-то другие. Ну вот, понятно вообще, какие-то вирусы. А, собственно говоря, зачем мне эта комната? Она ничего не активирует. Она лишь такая информационная, да? Ну, возможно, конечно, какой-то триггер там сработал или еще что-нибудь в этом роде. Ничего вроде нет. Кто у нас там ходит? Ага, гули. Причем, походу, гули жесткие. И, соответственно, придется не сладко снимем. Так, ну я думаю, нам ничего не остается как сгонять к ним, а потом уже сгонять наверх. Думаю, что сюда можно выпрыгнуть. Ну, определенно нельзя. Так, ладно. Давайте думать по-хорошему. Если бы у нас был бы фиговый навык взлом, куда мы могли бы пойти? Я мог бы повернуться только поговорить с компьютером. Больше ничего я сделать не мог бы. Потому что, внимание, у меня нет навыка взлома, я не могу открыть ни одну, ни вторую дверь. Что делать в таком случае? Ну, отлично. Он нам ничего не может сделать. Неплохо. Тут у нас тоже ничего нет. Я просто вот сейчас хочу понять метод прохождения вот действительно для тех, кто и вправду не может. То есть, где-то здесь, скорее всего, я почти что уверен, должно быть кнопка какая-нибудь должна быть. Потому что ключ от этой штуки нам, конечно, предлагают сломать. Кстати, а мы можем ли это сделать? Может, нам сейчас скажут, пошел ты нафиг. Именно. Нам именно это и сказали. Собственно говоря, я предлагаю вернуться наверх. Возможно, там дверь открылась. Если, конечно, нет, то будем искать. Потому что, скорее всего, нам ее взломать также не дадут. Потому что, как вы понимаете... Вот в такую дверь вставить ключ, по-моему, и отвертку. Отвертку, отмычку не особо. Я за собой закрыл. Да, дверь нам открыли. Отлично. Значит, пока что все понятно. Куда, зачем, когда. Тут, кстати, достаточно светло даже для меня. Неплохо освещенная локация. Ого, мы все-таки спускаемся в этот... ...оазис. Я там вижу одну дверь. Давайте походим тут по кругу. Возможно, еще что-то найдет. Тут, я так понимаю... ...ничего сильно полезного мы не найдем. Хотя было бы интересно, какой-нибудь секретик здесь бы найти. Но в этом моде не так много секретиков тут. Тут они как бы спрятаны хорошо некоторые вещи, но они квестовые, нужны для прохождения дальше. То есть тут, как бы сказать, автор, получается, заставляет игрока находить все нычки. Потому что они нужны, чтобы пройти дальше. Вторая дверь. Ага. Что у нас тут написано? Data Nexus Locked. Терминал средний. Дверь не переведена, кстати. Но это не страшно. Тут... ...Hydro. То есть что-то связанное с водой. То же самое. Средний, средний. Давайте пойдем к Hydro в начале части. Research. Research. 4 из 8. Ну, это было легко. Давайте откроем замок. Тут уже не так ярко. Здесь я врагов так же не наблюдаю. Что у нас тут? Ну, логично, что здесь вода. Капсулы пустые, да? Это какой-то генератор, судя по всему. Тут панели управления нельзя активировать. Тоже. Тоже. Это не дверь, это стенка такая. Что-то мы можем здесь сделать. И зачем нам сюда? Что-то говоря, даже центрального компьютера. Кстати, вода какая-то, чистая, нет? Нет. А, вижу. Вижу, зачем нам сюда. Или не вижу. Тут что-то как-то не очень клево. Тут все у нас обвалилось. Соответственно, скорее всего, нам нужно идти не в Hydro, а в другую часть. Я уже забыл, как она называется. Ладно, давайте сходим туда. Может быть здесь была, да. Data Nexus. Давайте. Средние замки это уже логично. Это что-то не так увезет. То, что средние замки действительно, этот мод рассчитан был написан не на новых персонажей. То есть, не на каких-нибудь слабеньких. Тут, как вы видите, дверь нормальная. Не знаю, зачем закрываю все за собой. Так, 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 так. Ну, это какой-то похоже на какой-то зал, судя по тому. Так, банк данных номер два. Вот эти вот ступеньки, они просто, понимаете, зачем они нужны... А, ну, чтобы подходить к аппаратуре. Окей, нет, не похоже это на зал данных. Я все понял. Банк данных номер четыре. Но мы начнем с первого, естественно. Тут есть что-то типа главного компьютера. Это правильно понимаю основной банк данных. Мы его не можем включить, потому что у нас не включен четыре подбанка, если можно их так назвать. Так, ну, мое предположение, что сейчас произойдет. Мы активируем эти четыре банка. Подаем питание, если можно так сказать. Соответственно, откроется та дверь. И нам всем... Ну, не крышка, конечно. Заброс вера данных успешен. Ну, вот. Скорее всего, откроется та дверь с гулями. И нас сейчас ждет теплый прием. Но с другой стороны... Так, здесь был выход. И этот вот тут вот там. С другой стороны... Не находились в хранилище. Хранилище, скорее всего, означает что-то хорошее. Так, стелс храняет кишка. Клево. Так, выход должен быть с этой стороны. Нет. Стой. Где выход? Вот. То есть... Сейчас мы можем поговорить с компьютером. В целом. Он нам должен открыть какие-то шахты. Вентиляционные. По которым мы можем пройти, собственно говоря, в центр, как нам надо по квесту. Так. Нет, смотрите, тут еще закрыто. Значит, бояться пока нечего. Можем пока идти. Ой, мне тут дверь закрыло. Вот это надо закрыть. А, я не могу это сделать отсюда. Собственно говоря... Собственно говоря... Афина. Афина. В комнате хранения попался в ловушку движения. Дайте угадать. С нами выехали. Хранилище. Да, 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 да. Я вижу. Там были гули. В дренажной сети есть импульсы. А, без обычных признаков жизни. Что-то странно. Спасибо, Афина. Так, вот теперь нам открыли дверь. В хранилище там мы должны найти некую карту. И что самое стрёмное, Афина в дренажной камере, куда мы направимся после. Она ведь нашла какие-то признаки жизни. Так, я чувствую, там у нас сейчас какие-то жесткие пацаны. Я возьму, пожалуй, свою любимую импульсную винтовку. Потому что она кромсайд всех вся просто. Сторейдж. Ага, тут даже такая стенка. Да, именно эти петухи тут. А что ты меня спалил, что ли? Фералгул, фералгул. Фералгул. Да, блин. Я тут понял, походу надо уходить. А, вы за мной не пойдёте? Серьёзно? Ха-ха. Как же, да? Всё, меня потеряли. Если я выйду на шифте и в стелсе, меня могут не заметить. Сейчас могу нанести критический урон. Именно так я и сделал. Ай! Это было неприятно. Так, идём опять. Плэйн у меня уже потеряла. Левелап от души. От души они меня все потеряли. Так. Так, так, так. Не знаю, чем качать. Срывчатку. Лёгкое оружие. Без оружия. Ну, давайте докачаем энерго. Хотя, не помню. Может быть, мне всё давало бонус к энергооружию. Но пофигу, честно говоря. Пускай будет 90. Лёгкое 90. Без оружия. Холодное. Ну, партер, конечно. Что-то мы его совсем забросили. Далее. Так. Тут нам даются перки. Но мы пойдём с конца. Обычно хорошие перки идут под конец. Так. Ред толеранс. Офру. И от стилна. Требене генмин. Нарк радиации боли. Короче, мы не получаем от слабой радиации болезни. No weakness. When you take no weakness. Perk of special stats. Ага. Ну, короче, все special, которые меньше 5 станут на 5. Ну, до 5 дойдут. When you choose a calming. Ага. Ну-то карму меняет. Он нам нахрен не сдался. Content. Chemist. Нафиг. Папис. Нафиг. 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 Тоже не нужно. Вот это пока нормально звучит. Отлично. Сам полезный компрессор. Перпель. Мне это не надо. Ну, мы к чужим пока не ходим. Короче, вот так сойдет. Куда ты пошел? Стой. В смысле он не попал? Лол. Просто лол. Давайте, выходите. Нет? Не пойдете? Вы будете кидаться всяким мусором. Тогда я буду стрелять. Минус. Еще где? Вижу. Вводи ты в него. Минус. Остались только три слева. Один из которых меня уже потерял. Второй потерял. Третий. Третий пока видит. Но я не понимаю, где он. А-а-а. Понял. Третий тоже меня потерял. Он немножко в другой части этой комнаты. Он вон там. Собственно говоря, давайте вначале дойдем до них. Уже потом пооткрываем эти сейфы. Вообще заперты. Блин. Без клявая штука. Что у вас тут? Пускать, конечно. Мясо, бля. Нахрена мне сдалось ваше мясо. Батчер смит. Батчер спит мит. Че, похоже, прям перед дверью сидит. Батчер спит. Продолжение следует...